Заседание нашего семинара мы начинаем, и я с удовольствием предоставляю слово научному руководителю Международной лаборатории исследования населения и здоровья Владимиру Михайловичу Школьникову, который одновременно является научным исследователем Института Макса Планка в Ростоке. Пожалуйста, Владимир Михайлович. Ну, в общем, у вас нет ограничений по времени. Я боюсь, что присутствующих есть. Дорогие друзья, очень приятно видеть вас всех, столько давно знакомых и милых, можно сказать, лиц. Вот, я надеюсь, что нам с вами будет сегодня интересно. Значит, сегодня хотел я рассказать, собственно, чем я занимался все эти годы. Ну, это не единственное, чем я занимался, я тоже такой настоящей демографией занимался. Вот, но, кроме того, вот занимался всякими такими обследованиями здоровья населения. Значит, это будет некий обзор без больших деталей. Но если вы захотите выяснить какие-то детали, то можно будет их предоставить. Значит, для начала я хочу сказать, что мы все, ну и я тоже, видим, собственно, необычного в российской смертности. И это видно на популяционном уровне из обычных демографических исследований. Ну, это вот длинные тренды продолжительности жизни. Вот Россия красная, толстая. Значит, вот это вот средневековый уровень продолжительности жизни в 1897 году. Потом череда катастроф, огромный прогресс, который заканчивает в середине 60-х годов. И дальше история, которую мы все знаем. Но вот для сравнения здесь приведено несколько стран. Вот, например, Норвегия, очень интересная страна. Это очень большой рекордсмен в области продолжительности жизни. И до сих пор Норвегия в области когортной продолжительности жизни. То есть продолжительность жизни тех поколений, которые реально живут в населении, она является мировым чемпионом. Потому что в течение очень длительного времени она имела самую нескусственность. Но вы видите, здесь тоже был период стабилизации. У мужчин в особенности, у женщин немножко он менее выражен, но тоже есть. То же самое можно сказать и про Великобританию, про некоторые другие страны. Сейчас кризис переживают Соединенные Штаты. Ну, что нам, собственно, о них сейчас заботится, давайте мы посмотрим на Россию. Ну, вот что характерно. Значит, три периода. Постепенное ухудшение ситуации. В 70-е, начало 80-х годов. Потом флуктуации, связанные сначала с антиалкогольной кампанией, а затем и с другими вещами. И, наконец, период непрерывного роста. Вот. Это все похоже на ряд других подсоветских стран. Ну, вот. Значит, Эстония у нас тут. А, самая лучшая из постсоветских стран в области продолжительности жизни. То есть, сопоставимая по размерам населения с областью российской. Вот. Значит, дальше Литва, которая ведет себя хуже, но тоже здесь такой же период в конце. Прогресса. Значит, Латвия. Ну, вот интересный случай. Это Белоруссия. В Белоруссии вот этот вот кризис, который был в начале 90-х годов, он немножко менее острый, чем в России. Вот. Но тоже ничего хорошего сказать нельзя. И в последнее время они тоже встают на путь такого как бы непрерывного прогресса. Ну, для сравнения, значит, восточноевропейская страна – это Чехия. Ну, и средний такой случай – Запада, Великобритания. То есть, значит, мы имели дело с очень сильными колебаниями в смертности. Раз, в течение примерно 20 лет. То есть, был кризис, который продолжался примерно 40 лет. И что бы никто ни делал, мы в основном делали это, закрывали статистику смертности населения в брежневские времена. Вот. Но никакие усилия не приводили к перелому. Потом, значит, был период флуктуации, и, наконец, наступил период ожидаемый давно, период, в принципе, прогресса. Вот. Ну, одинока ли Россия? В каком-то смысле, да и нет. Но, естественно, все постсоветские страны, несмотря на разность их прошлой истории, они сильно смахивают на Россию. Я здесь не ставлю Центральную Азию, потому что считаю, что это, ну, и по качеству данных, и вообще не сопоставимо. Значит, вот восточноевропейские страны, которые тоже пережили очень-очень большой социально-экономический кризис. Однако ничего похожего на российскую вот эту вот огромную, огромное снижение продолжительности жизни в них нет. Тут есть небольшие, небольшие ухудшения, которые быстро сменяются прогрессом. Но в целом в мире, естественно, огромные кризисы в Подсахарной Африке, понятно, связанные с эпидемией и так далее. Но Россия, значит, характеризуется очень низкой для страны, развитой с таким уровнем образования населения, продолжительностью жизни раз. Второе – это продолжительность жизни. Вот Россия – это кривая Престона. Россия сильно ниже кривой Престона. Хотя, посмотрите, ее положение улучшается, и причем в последнее время движение России правильное, то есть почти вертикальное, так же, как двигается кривая Престона. Вот. Однако она, посмотрите, вот разрыв. И это Москва. Москва, сопоставимая по уровню ВВП с большинством западных стран. Значит, вот вы видите, над Москвой находится Канада, Австралия, там Германия, Бельгия и так далее, да, по уровню ВВП. Вот. Но продолжительность жизни значительно меньше. Значит, то есть отсюда мы можем сделать такой, что никак с абсолютной бедностью, с какими-то такими проблемами этот кризис не сравнить. Теперь вероятности смерти по возрасту, вероятность от нуля до 15 лет между точными возрастами смерти. Посмотрите, тут, собственно, ничего нет. Единственное, что есть, это мы видим, что в России в течение определенного времени прогресс снижения младенческой смертности был более медленным, а потом он ускорился, и вот происходит как бы конвергенция с другими странами, со странами низкой смертности. Ну, вот эти вот все пики, это войны и тому подобные вещи, старые времена. Ну, вот новые времена, значит, рабочие возраста, вот 15 до 60 лет, резко отличаются, да, резко отличаются у мужчин и у женщин. Естественно, у женщин общий уровень смертности ниже, но, значит, проблема в этих возрастах и проблема в старших возрастах. Вот, я беру здесь смертность только до 80 лет, потому что за 80 лет в нашей стране рискованно идти более старшие возраста из-за качества данных. Вот. И в конце концов, с чем мы имеем дело? Это отношение по возрастных коэффициентам смертности России к двум странам. Вот это вот, синяя, это Эстония, а красная, это Англия и Уэльс. Мы видим два локуса проблем. Значит, по-прежнему довольно молодые рабочие возраста в диапазоне от 15 примерно до 50 лет. Значит, причем это и у мужчин, и у женщин. То есть у женщин на своем уровне более низкой смертности тоже та же самая проблема. И с Эстонией то же самое, только немножко в стертом виде, и вот эти колебания, они связаны просто с малыми числами умерших в Эстонии в молодых возрастах. Но мы видим вот эту вот проблему сверхсмертность рабочих возрастов, и здесь проблема, это на самом деле очень большая проблема, потому что здесь показано отношение коэффициентов смертности, видите, по отношению к единице, но абсолютный уровень смертности в этих возрастах очень-очень большой. Поэтому вот эта вот избыточная смертность в особенности у мужчин, но и у женщин, посмотрите, ведь это полтора, это 50% уровень. Здесь, если взять возраст, например, 60 лет у мужчин, то в три раза выше риск смерти в России, чем в Великобритании, и в полтора раза риск смерти в России выше, чем в Эстонии. В полтора раза декомпозиции, динамики продолжительности жизни, я только хотел сказать, что что бы ни происходило, там были колебания, были улучшения, ухудшения. Происходит ли улучшение, происходит ли ухудшение, посмотрите, доминирует работа, то есть самая большая динамика изменений в рабочих возрастах, и, собственно, рабочие возраста управляют изменениями продолжительности жизни. То же самое у женщин, только на другом уровне. И вот, посмотрите, здесь появляются первые разницы. Здесь это с 3 по 11 год рост продолжительности жизни женщин, и мы видим, что начинает играть роль старшего возраста. Вот эта декомпозиция похожа на то, что происходит в западных странах уже давно. То есть прогресс происходит за счет старших возрастов. Вот более детально то же самое. Россия с 2005 по 2017 год. Значит, здесь так называемые предотвратимые причины смерти, это зеленая штука, по-прежнему избыточная смертность от неестественных причин, а здесь я к ним еще алкогольный прибавил, ну и сердечно-сосудистые. Посмотрите, вот у женщин, сердечно-сосудистые, зеленого нету в совсем старших возрастах, старше 70 лет, потому что авторы этой концепции предотвратимых причин не определяют их для возрастов старше 75 лет. 70 лет, 70 лет. Евгений Михайлович, как вы скажете, я о том повторяю. И значит, здесь, а теперь еще одна особенность. Итак, особенность, это два блока сверхсмертности в средних и старших возрастах. Вторая особенность, огромный разрыв между мужчинами и женщинами. Вы посмотрите, женщины в пропорциональном смысле все время повторяют тренд мужчин. Что бы мы ни показывали продолжительность жизни, изменение продолжительности жизни, коэффициенты смертности, женщины повторяют. Однако, они повторяют это на более низком уровне смертности. И, на самом деле, Россия резко отличается от других стран по разрыву в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Максимальный разрыв около 14 лет, 13 с чем-то лет был в районе середины 90-х годов. Сейчас разрыв порядка 10 лет. Это уже очень большой. То есть, это еще одна вещь, характерная для России. Кстати говоря, что я хотел еще сказать про эту картинку. Дело в том, что это уникальная вещь. Вот если мы бы взяли и поделили Эстонию на Англию или какую-нибудь Словакию на Англию, Чехию на Англию, то мы бы увидели, что и в Чехии, и в Эстонии, и в Словакии тоже есть избыточная смертность в старших возрастах. Но нету и никогда не было такой избыточной смертности в молодых трудоспособных возрастах. Это особенность России. То есть, смертность в России комбинирует в себе две вещи. Одно. Это характерная для черного афроамериканского населения США смертность в молодых рабочих возрастах и даже в подростковых возрастах. Раз. И второе. И для некоторых стран Латинской Америки, где есть приличная статистика. И второе. Это характерная для стран Восточной Европы очень высокая смертность в старших возрастах. В основном от сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь показаны, значит, это не очень хорошие данные, потому что они основаны на несвязанных записях. Это продолжительность жизни в возрасте 30 лет в зависимости от уровня образования. Мы видим здесь очень большой рост разрыва. От 79 к 98 году, значит, разрыв между высоким и низким образованием достигает у мужчин 13 лет, у женщин порядка 10 лет. В общем, очень-очень большие величины. То есть, это еще одна особенность нашей смертности. И все это давайте просуммируем. То есть, вот все, что мы делаем на популяционном уровне очень грубыми большими мазками, значит, нас приводит к такой. Во-первых, очень длительная устойчивость этой высокой смертности и размах вот этого кризиса, который был в течение длительного времени. Во-вторых, три совершенно странных, странным образом не похожих друг на друга периоды изменения. То есть, период медленного ухудшения, который начался как раз, когда началась золотая эпоха Леонида Ильича Брежнева в 65 году. Потом, значит, флуктуации с 85 по 2004 год и 2005 год после 2005 года непрерывные улучшения. Второе, ведущая роль рабочих возрастов, важность рабочих возрастов и растущее влияние старших возрастов после 2008-2009 года. Затем, большая избыточная смертность мужчин по сравнению с женщинами. Затем, уникальная комбинация высокой смертности в молодых рабочих возрастах с высокой смертностью в молодых старших возрастах и старых возрастах. И высокая концентрация смертности среди лиц с низким образованием. Ну, и, видимо, это не только низкое образование, а вообще социально-экономический статус. Значит, итак, перейдем, наконец, после этого введения, собственно, к тому, о чем хотелось бы сегодня поговорить. Это, почему, собственно, нам недостаточно, не хватает нам вот этого анализа популяционных данных, для того, чтобы ответить на все интересующие нас вопросы, касающиеся смертности российского населения, ну, и здоровья российского населения. Значит, во-первых, это нехватка данных. Некоторые вещи просто не наблюдаются на популяционном уровне. Даже такие фундаментально важные вещи, как потребление алкоголя и населением, среднее потребление алкоголя населения, населением или курение, очень неточно измеряются рутинной статистикой. Во-вторых, нам бы интересно всегда посмотреть не только на среднее, но и на распределение. Как это, например, потребление алкоголя распределить по различным группам населения, вообще какая форма этого распределения, насколько тяжелый у него хвост, хвосты, то есть тех людей, которые совсем не пьют, или тех, которые пьют очень много, и которые подвергают самому большому риску, и так далее. Значит, эти все детали мы не видим. Во-вторых, конечно, не наблюдается фактически то, что касается заболеваемости и распространения болезней даже таких простых и регистрируемых болезней, как новообразование, которые должны были бы регистрироваться хорошо раковым регистром, мы не знаем, какая доля населения живет с раком, например. А хотелось бы это знать. Значит, про питание практически тоже мы ничего не знаем, кто что употребляет, в каких количествах и так далее. Опять-таки, статистика весьма приближенные результаты дает. Новый образ жизни, понятно, биомедицинские характеристики. То есть у нас сейчас идет диспут про пенсионную реформу и про всякие такие вопросы. Значит, конечно, это имеет социально-экономический аспект, но это имеет аспект в области здоровья важный. На самом деле, так ли больны или так ли не больны россияне, да, по сравнению с жителями других стран? Вот если мы возьмем наугад 5 российских мужчин в возрасте 70 лет и возьмем 5 французов и заставим их сжать динамометр, у кого будут показания выше? А не у русских ли случайно? Вот это вот вопрос. Ну, впрочем, французы тоже недовольны жизнью. Значит, второй аспект важный, почему нужны именно микроданные и нужны эпидемиологические исследования, это так называемая экологическая ошибка. Я не знаю точно, как на русском называется, ecological fallacy на английском. Это то, что когда мы наблюдаем вариацию различных признаков, тех признаков, которые объясняют изменение смертности или здоровья, и те, которые измеряют смертность и здоровье, например, по областям или по каким-то группам населения, то изменения этих групповых средних могут нас обмануть. Например, если взять продолжительность жизни и уровень образования по областям Российской Федерации, то окажется, что зависимости нет, или зависимость очень-очень слабая. Или зависимость даже в обратную сторону. Я видел в 80-е и 70-е годы на старых. Это происходит по определенным причинам, но, как вы видели из предыдущего слайда, на самом деле различия по уровню образования те, которые ожидаются. То же самое можно сказать про различные биомаркеры и различные измерители другого плана. Например, если вы возьмете карту силы кисти руки в Европе, то вы увидите, что она имеет северный градиент. То есть люди на севере, вот датчане и немцы, они чемпионы Европы по силе кисти руки. Я, конечно, говорю не о молодых людях. Для них это не очень важно, этот показатель. А для старых людей, когда этот показатель начинает прогрессивно снижаться с возрастом и показывает, может показывать патологию, оказывается, что по странам это ровно наоборот, как меняется продолжительность жизни. Потому что, например, в Испании и Франции продолжительность жизни существенно выше, чем в Дании или в Англии, где выше силы кисти руки. Значит, англичане и датчане в детстве лучше ели, они более высокого роста и тяжелее, и лучше жмут, так сказать, динамометр. Но их это не спасает, видимо, от каких-то других проблем. Так? Значит, итак, значит, опасность делать выводы на основании популяционных и групповых данных. Значит, ну давайте мы пойдем по блокам исследований, которые проводились в России. И я вот сейчас, как бы, наиболее важные исследования беру. Этот выбор чуть-чуть субъективный, потому что это не очень субъективный, потому что, к сожалению, исследований проводилось мало, и я почти про все эти исследования знаю. Вот. Но это те исследования, которых я более тесно соприкасался. Значит, во-первых, классические факторы, метаболические и классические сердечно-сосудистые факторы. Это исследования типа МОНИКА или типа LRC, Lipid Research Clinics. Значит, что это такое? Это эпоха, это, значит, в принципе, исследования направлены на изучение причин высокой сердечно-сосудистой патологии в населении и ее вариаций между различными группами. Значит, в нашей стране эти исследования были абсолютно первыми пионерными исследованиями. Они начались в середине 70-х годов. С, тогда было модно, значит, советско-американское было сотрудничество в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Значит, эти исследования, методика идет от Всемирной организации здравоохранения. И, значит, это сеть, международная сеть центров, среди которых были Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, по-моему, Каунос и Каунос, точно, и в Эстонии, кажется, что не помню. Но один или два сайта было в Прибалтике. Значит, здесь исследования направлены на изучение постепенно накапливающихся рисков, которые дают себя знать, начиная с возраста примерно 40 лет, в основном ближе к 60-ти годам. Значит, все эти исследования имели почти идентичный опросник и идентичные измерения. Измерения состояли из классических сердечно-сосудистых факторов, это давление, спрашивали также, принимают ли люди препараты, снижающие давление, затем пульс измерялся, и биохимии крови, липиды крови, значит, общий холестерин, три глицериды и высокой и низкой плотности холестерин, липопуртеиды высокой и низкой плотности концентрации. Вот карта на диаграмме Лексиса этих когорт, которые участвовали в различных раундах ЛРС и МОНИКИ. Значит, ЛРС-1 включал только мужчин, которые в основном был средний возраст около 45 лет, их на момент обследования в 1975 году. Вот, обратите внимание, респонс рейт был близок к 90%, по 87, что ли, процентов. То есть такая была советская дисциплина, что если к человеку приходили и спрашивали, вот вы хотите принять участие в обследовании, он говорил, так точно, и вступал в обследование. И вот, посмотрите, вот мы их первый раз обследуем, опрашиваем, измеряем давление липиды крови и тому подобные вещи. Значит, антропометрия, конечно, боди-масс индекс и окружности всякие, талии и так далее. Значит, и вот они, это до, по-моему, это я в 2008, что ли, году строил эту карту. То есть, фоллоуап. Что значит фоллоуап? Фоллоуап значит, что мы следим за смертностью этих людей. Мы следим за смертностью этих людей. Вот. И, значит, ну вот, когорты, размеры, около 4 тысяч была первая мужская когорта, потом было и 1200, 3000 и так далее. А общий объем наблюдений здесь, это около 12 тысяч наблюдений. Значит, и, естественно, длительность наблюдения совершенно разная. Вот последняя маленькая Моника-4, тут было довольно короткое наблюдение. Но, конечно, для первых людей наблюдение уже больше 40 лет. Я не знаю, в какой степени сейчас центр профилактической медицины продолжает, продолжает, да? Значит, продолжается фоллоуап. То есть, последний уже, вот в этой первой когорте, это, ну, представьте, эти люди уже довольно пожилые, их немного осталось, с учетом того, что здесь еще мужчины были только. То есть, их немного. И мы знаем об их смертности. И дальше эта смертность сопоставляется с исходными показателями. И мы таким образом определяем, насколько, вот, кстати, авторы, которые в основном фигурируют вот в исследованиях, а, значит, по Монике, это, во-первых, Шальнова, Светлана Анатольевна, Геев, Александр Дмитриевич, ну и американские коллеги, и коллеги из Санкт-Петербурга и так далее. Вот. Значит... Значит, рассматривали здесь разные вопросы. Один из вопросов был, что вот это исследование Денис и было исследование подобное же Шестов 98-го года, которые заметили, что есть большие... То есть, если мы переменную образование поставим в Коксовскую регрессию, да, естественно, такого рода данные напрашиваются на Коксовскую регрессию, да. Значит, фоллоуап, как Когорт фоллоуап классические данные. Если мы в данные поставим переменную образование или какую-то переменную, связанную с благосостоянием, то она имеет очень большое значение. То есть, это относительные риски около трех для лиц с низким образованием. Значит, они попытались... Ага, давайте мы поставим все наши переменные, вот эти классические факторы риска сердечно-сосудистого поставим их в регрессию. И посмотрим, что будет. Оказалось, что если мы абсолютно все факторы поставим, плюс добавим еще курение и употребление алкоголя, поведенческие факторы, то нам удается между 25 и 30 процентов, порядка 27 процентов только избыточного риска социального или социально-экономического. То есть, концентрация смертности в группе с более низким образованием не объясняется, не объясняется, или только ее часть небольшая объясняется этими факторами. Ну, это вот типичная таблица из одного из исследований коксовской регрессии. То есть, посмотрите, факторы образования, да. Вот риск низкое образование. Это в модели, где все переменные присутствуют. 1,6, 1,3, значит, курение, значит, не курящие, бывшие курильщики и потом в зависимости от количества выкуримых сигарет, естественно, все это селф-репорта. Это как люди сообщают, да. И естественно, что все эти вопросы имеют разную чувствительность для людей. Потому что курение в нашей стране не стигматизировано. И люди спокойно говорят правильные вещи о своем курении. Но, например, про потребление алкоголя уже спрашивают довольно сложно. Финские ученые установили, что оно в обследованиях занижается респондентами в 2-2,5 раза. Вот. Потом давление, уровни систолического давления, хардрейт, тотал холестер. Значит, что здесь показано, посмотрите. Здесь показан относительный риск на большом протяжении времени. То есть, здесь показан относительный риск событий, которые происходят в течение, ну, в данном случае тут было 20-26, по-моему, лет, вот в момент построения этой таблицы. Но эти события происходят на протяжении, через много людей. Был не 45 лет в момент обследования, а, например, 70. И сейчас, значит, действительно подтверждается, что факторы, которые являются факторами риска для пожилого населения, которому сейчас такое внимание во всех странах мира уделяется, эти факторы несколько другие, чем те факторы, которые являются факторами риска в возрасте 40 лет, типичным для вот этих массовых, огромных обследований, которые проводились в США, в Советском Союзе и во многих других странах в 70-е годы. Здесь показано последнее приложение, но, нет, вру, последнее для меня приложение этих данных ЛРСИ и Моники для анализа смертности. Это статья, которая была посвящена адаптации шкалы вот скор для России. Вот, значит, посмотрите, здесь построены таблицы, вот такие вот квадратики, в которые просто мы в России, для России внесли уточнение в эти квадратики. Значит, здесь три оси, три измерения. Значит, сам, то есть здесь идет уровень артериального давления от 120 до 180 старше, да, раз, здесь идет уровень общего холестерина по этой оси, и здесь идут возраста, то есть каждый квадратик – это один возраст. И, значит, здесь вот в каждой клетке, а, да, еще курящие и не курящие. Значит, в каждой клетке показан неотносительный риск. Здесь показана просто вероятность смерти в течение 10 лет. Например, в этой клетке вероятность смерти в течение 10 лет 22%. Это высокая довольно вероятность, ну, это люди, которые имеют и высокий холестерин 8 ммоль, а на 8 ммоль на литр холестерин, здесь и высокое давление 180, да, они еще и курят. Значит, это у мужчин, вы видите, что в той же самой клетке стоит 47%, да, ну, вот это такая карта. Естественно, для, значит, вот сколько, казалось бы, мы знаем, смотрите, мы знаем почти все. Вот, если послушать передачи вот Малышевой, да, по телевизору, то так и кажется, что как бы все понятно вот в этой простой схеме, да, курение холестерин, давление и так далее. Но если мы бы вернулись, я сейчас не буду возвращаться, но та таблица, которую я вам показал, предыдущая, там на самом деле холестерин-то на российскую смертность не влияет практически. Вот, значит, то есть только очень-очень высокий, при очень-очень высоком холестерине избыточный риск увеличивается примерно до 20%, то есть это с курением или с давлением никакого сравнения не выдерживает. Вот, значит, на самом деле с этой шкалой не так все просто. И второе, какую часть, собственно, значит, какую часть разрыва между Россией и другими странами по смертности объясняют эти факторы риска, да? Эта часть очень маленькая. Значит, максимум, видимо, около 20%, и из этих 20% основная часть придется на курение мужчин, понимаете? Потому что остальные факторы, если сравнить с другими странами, то за исключением давления, по всем этим факторам россияне не хуже. Или они немножко хуже, или они не хуже, или они лучше. Таким образом, вот эти классические, вот это, казалось бы, идиллия вот этих квадратиков, она может позволить вам сделать веб-сайт, на котором человек введет параметры свои и получит вот эти вот вероятности, да, курит он или не курит и так далее. Это можно, да? И она будет работать по индивидам, на уровне индивидов, но она не позволит, она не позволит объяснить уровень смертности в России. Теперь посмотрим на подобный же фактор риска, но в более современном исследовании. В более современном исследовании, исследовании, которое называется «Знай свое сердце, ноу-ю-харт», и которое проводится, полевые работы уже закончены, идет анализ данных, оно проводилось в Архангельске и в Новосибирске. И проводила эта международная команда исследователей, возглавляемая профессором Дэвидом Леоном из Лондонской школы гигиены и терапической медицины, но туда входят исследователи из Архангельской медицинской академии, из Новосибирска и из университета Тромсио в Норвегии. Значит, это уже исследование сделано как бы на современном уровне. Вот как сейчас анализируется давление гипертензии. Значит, вот начинается с такого сравнения. Это, любезно, Дейв Леон дал мне несколько слайдов, чтобы я мог их показать. Посмотрите, сердечно-сосудистые заболевания и шимическая болезнь сердца, да? Значит, здесь два уровня. Россия, Архангельск, Новосибирск, смертность, стандартизованная по возрасту, и Норвегия и Тромсио, да? Значит, Норвегия, вот этот Норвегия, вот этот Тромсио. Смотрите, колоссальная разница. Колоссальная разница. Значит, что может быть? Одна вещь. Неправильно регистрируются причины смерти, да? В старом проекте об этом бы не заботились. В современном проекте, в этом проекте есть специальная часть исследований, которая занимается сопоставимостью диагностики и кодирования причин смерти между Норвегией и Россией. Вот. И пока что предварительный диагноз. Тот, что даже если мы поправим российское кодирование некоторых причин смерти, все равно сердечно-сосудистые смертность сильно не снизится. То есть, наша сердечно-сосудистая смертность действительно очень-очень высокая. Ишемическая болезнь сердца мужчины и то же самое для женщин. Разница все время 8-10 раз между Россией и Норвегией. Отправная наша точка. Теперь, если мы пойдем дальше. Дальше идет анализ литературы, из которого следует, что такое разница в 1 мм ртутного столба или в 10 мм ртутного столба. Так вот, разница в 10 мм ртутного столба, это очень-очень большая разница в давлении, она удваивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Там немножко тонкости есть между инсультом и ишемической болезнью. Значит, посмотрите, разница измеренная между российским исследованием синим и тромся, она совсем не такая, как разница в смертности. То есть, она есть и тоже в ожидаемом направлении, да, но она растет с возрастом и, значит, стандартизированная по возрасту разница составляет около 7 мм ртутного столба для мужчин и 5,2 для женщин для систолического давления. Процентов смертности, можно объяснить, от ишемической болезни. Значит, если взять диастолическое давление, оно немножко более хитрое, посмотрите, потому что оно не вот так, не растет с возрастом, да, а оно достигает максимума в районе 50 лет и потом снижается. Вот, но тоже очень большая разница и тоже здесь ответ. Значит, 1,6, то есть 60-процентную разницу, не 800% разницу, да, а можно объяснить. Вот, дальше, чем еще отличаются современные исследования? Подробные, подробные сведения, более точным образом сформулированные вопросы о том, ставился ли вам диагноз гипертонии, знает ли человек о диагнозе гипертонии, во-первых. Во-вторых, принимает ли он антигипотензивные препараты против гипертонии и, значит, в какой степени, вот за счет чего образуется разница между процентом людей, живущих с высоким давлением в России и в Норвегии. Мы видели, что в России этот процент выше, да, процент этот выше. Значит, оказывается, что в основном самый большой вклад вносит это, ну, во-первых, у нас немножко больше доли тех, которые не знают о своем заболевании, у мужчин, у женщин нет. Но самая большая разница это то, что люди, зная о своем диагнозе или о своей предрасположенности, не могут достигнуть хорошего контроля артериального давления. То есть проблема есть. Она в этом исследовании довольно хорошо может быть представлена. Здесь еще есть всякие тонкости, потому что нужно привлечь другие переменные и выяснить, в какой степени вот эта разница в артериальном давлении между российской и норвежской выборками, может объясняться разной комплекцией людей всякими вещами, как абдоминальное ожирение и так далее, да. Значит, все это аккуратно делается. Может быть там разный социально-образовательный состав и так далее, население. Вот. Все это делается и оказывается, что небольшая часть разницы объясняется этим. То есть это современное исследование, это современное исследование того же самого, а именно фактор хронической патологии, которой накапливается риск и приводит постепенно, я просто вам показываю эти два красивых лица, двух жертв. И, значит, это фактор повышенной смертности, то есть он вносит какой-то вклад в повышенную смертность, этот вклад умеренный, да. Кроме того, вы должны понимать, что если один фактор вносит 10%, а второй вносит 20%, то сумма этих двух факторов, как правило, вносит намного меньше, чем 30%. То есть это потому, что одни и те же люди имеют тенденцию делать много плохих вещей. Значит, теперь мы посмотрим на другой фактор подобного же рода. То есть это фактор, на который обращается большое внимание здравоохранением, который накапливает свое действие и приводит к повышенному риску многих видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Это курение. Значит, тоже это результат одного из исследований недавних. Значит, два больших актера, которые оба погибли из-за курения. Значит, посмотрите, профили здесь, что сделано в этом исследовании. Здесь собраны данные абсолютно всех исследований, до которых мы могли дотянуться. Но это все исследования в России курения, за исключением примерно четырех. Значит, здесь показаны данные только одного исследования, но зато повторяемого панельного исследования РЛМС. А, на английском, не знаю, как оно на русском, но российский мониторинг. Значит, посмотрите. Во-первых, форма кривой. Значит, о чем говорит форма этой кривой? У мужчин и у женщин, посмотрите, они разные. У женщин такой пик, треугольник, а у мужчин здесь плато, да? Форма кривой у мужчин говорит о том, что в течение длительного, многих десятилетий длительного времени, мужчины курили много, и это не менялось. Значит, вот посмотрите, раунды, вот эти серенькие кривые, это раунды РЛМС. Они слипшиеся, видите? То есть, год от года, обследование началось в 96-м году, у меня первая волна, вот, 96-го года здесь, и, значит, ничего не меняется, а потом вдруг начинает меняться. Вот здесь вот. И вот эта вот красная кривулька, это последний раунд хронологический РЛМС, который в этом анализе за 16-й год, да? Значит, у мужчин довольно большое падение курения даже здесь, то есть, возрастав примерно 40-50-60 лет, но самое большое падение здесь, то есть, за счет так называемой инициации, то есть, меньше людей начинают курить, раз. Значит, здесь два очень известных, это Health Survey for England, вот это вот темно-зеленое, Inhanos, значит, пожалуй, самое известное американское обследование здоровья, которое ежегодно проводится, Health and Nutrition Examination Survey. Вот. Вы видите, что, конечно, еще далеко нам до этого низкого уровня курения мужского, который наблюдается в этих странах на уровне 20%, здесь было 70%. Значит, сейчас здесь, то есть, стандартизованное курение сейчас меньше 50%, и в возрасте 30 лет было 70%, а стало 60%. Вот. Ну и, конечно, с возрастом снижается. Кстати говоря, вот в этой работе, которая сейчас вот в журнале подана, я попытался понять, насколько вот это падение доли курящих людей связано с селективной смертностью курильщиков у мужчин. У мужчин это должно быть особо заметно, потому что у них базовый уровень смертности намного выше, чем у женщин. оказалось против ожидания, что это существенная доля, но не решающая. Около 30% только вот этого падения. 70% это потому, что люди бросают курить, потому что они начинают себя плохо чувствовать или по каким-то другим причинам. Теперь у женщин. У женщин, да, значит, и у мужчин есть прогресс, да? А, да, почему прогресс? Откуда прогресс-то взялся? Значит, очень странное дело. Вот, иногда я поразаюсь, потому что у нас в стране много лет вроде что-то делалось, и ничего не происходило. А сейчас чего-то делается и происходит, действительно. Потому что в 2008 году Россия присоединилась к Международной конвенции по контролю табака. Вот. И довольно жестко присоединилась, потому что в течение следующих нескольких лет были введены конкретные меры, вроде вот этих устрашающих картинок на пачках, ограничений на курение в различных местах и так далее, и так далее, и так далее, о которых вы все хорошо знаете. Но дело в том, что, значит, ВОЗ имеет шкалы оценки, мер в области общественного здоровья, которые принимаются в стране по десятибальной шкале. У России очень высокие оценки, порядка семи. По вот этим мерам по борьбе с курением. Там еще по каждому разделу мер есть своя оценка. Она там немножко колеблется, но в целом Россия правильно внедрила эти меры. Значит, у женщин. У женщин эта кривая отражает совершенно другую вещь. То есть, вот, это последняя кривая. Во-первых, здесь не прослеживается никакого снижения курения. Только вот в этом возрасте, в самом молодом, меньше подростков, девушек, приобщаются к курению, чем раньше. Во-вторых, мы видим, что в старших возрастах курение у российских женщин очень-очень низкое. Это потому, что по своему поведению, то есть, это традиционное поведение. И действительно, если здесь порядка 20% курения среди молодых женщин, то в старших возрастах можно наблюдать там и 3%, 4%, 2% и так далее. Особенно в сельской местности. Вот. Теперь, вот РЛМС 1996 года. На самом деле, доминирующей тенденцией на протяжении с 1996 по 2016 год было повышение курения среди женщин. И только вот в самый последний момент наблюдается небольшое снижение в молодых возрастах. Но, посмотрите, по сравнению с западными англосаксонскими, точнее, двумя обследованиями, мы видим, что наши женщины не проигрывают в молодых возрастах, но лучше в средних и старших возрастах. Там, где как раз решается смертность. Таким образом, российские женщины, имея повышенную смертность, как мы видели, по сравнению с международными стандартами, на самом деле, в плане вот этого одного из самых важных факторов риска, является вообще очень хорошим населением среди населения мира. То есть, вообще-то не очень понятно, почему их смертность так высока, если они так мало курят. Это что происходит в образовательных группах с курением. Значит, образовательные группы и все население. У мужчин мы видим, вот оно, вот это снижение, высшая точка 2007 год. У женщин подъем и стабилизация, может быть, небольшое снижение. Вот здесь, теперь, образовательные группы. У мужчин, смотрите, разрыв по образованию был большим и ровно таким почти что и остался. Между двумя образовательными группами. Значит, у женщин разрыв был очень маленьким и он очень сильно расширился. Посмотрите, это так называемый форест плод. Значит, это те же самые раунды РЛМС. Красные – это мужчины. Это относительный риск быть курильщиком. Низшее образование по отношению к высшему. Посмотрите, у мужчин риск немножко меняется, но примерно одинаковый на уровне четырех. У женщин сначала риск единица, полтора. И он поднимается почти до уровня мужчин, до уровня три с половиной четыре. То есть, это то, что происходило на наших глазах на протяжении последних двадцати лет. Могут ли такие исследования такого типа помочь нам, мне помочь? Когда я увидел в девяностые годы, что смертность со страстной силой поднимается, и что она поднимается в основном среди мужчин в рабочих возрастах. Могли ли нам исследования курения, холестерина в крови и всех подобных вещей померить талию и заставить сжать динамометр? Значит, объяснить, почему смертность настолько увеличилась в течение такого короткого времени. не могут, в принципе, факторы такого действия, накапливаемого, действующие в течение лет и десятилетий, объяснить рост смертности, который повышается на десятки процентов, например, на 15-20 процентов за один год. Значит, вот это вот феномен сверхсмертности, с которым мы когда-то столкнулись. Значит, что мешает? Во-первых, мешает, что часть тех самых смертей избыточных, которые происходили в той ситуации и сейчас продолжают происходить в значительной степени, как мы видели по сверхсмертности в молодых рабочих возрастах, они происходят довольно неожиданно, без предшествующей истории заболевания. Во всяком случае, нередкие случаи гибели людей, у которых не было хронических каких-то заболеваний. А происходят они вследствие того, что воздействие очень острого, большого риска в течение короткого периода времени. И характеризуется коротким периодом между получением этого риска, доз-респонс, то, что называется, то есть между тем, как происходит воздействие, и тем, когда происходит фатальный исход. Во-вторых, сложность для исследователя этого феномена заключается в том, что часто эти ситуации рискованные связаны со злоупотреблением алкоголя, с насилием и с другими социально неприветствуемыми поведениями и ситуациями. И поэтому, когда ты спрашиваешь людей о таких вещах, они на это или не отвечают, или могут ответить неправду. И, наконец, сложность заключается в том, что те люди, которые в больших количествах погибают, могут относиться к маргинальным группам населения, к очень бедным слоям, живущим в особых условиях, которые, если мы их будем рекрутировать в обычные когортные исследования, то есть присылаем им открыточку с приглашением, да, значит, звоним по телефону, не хотите ли обследовать свое здоровье, то есть мы звоним в дом, где живет один, обросший, так сказать, щетины мужчина, в углу стоит батарея бутылок, и кроме кровати, может быть, в нем, в этом доме уже ничего и нет. Вот. Естественно, такие люди вряд ли могут быть рекрутированы в ИСЛЕЖ. Значит, и вот идея ижевских исследований, ижевских работ, которые, ну вот вы видите, вот два, значит, великих человека из этих мест, да, Воткинс, родину Петра Ильича Чайковского, и создатель автомата Каласников. Значит, и сейчас я расскажу вот об идее, подходе вот этого исследования, которое проводилось в Ижевске. Так, когда надо закончить-то? Говорите, Владимир Михайлович. Да, как долго. Ну ладно. Мальчик, ваш штат следует. Нет. Владимир Михайлович, я думаю, что вы минут за 15 ложитесь. Ну, буду стоять по-прежнему, да. Хорошо. Значит, итак, первое исследование, которое предшествовало вот основному исследованию, это первое удмуртское исследование, потому что оно проводилось не только в Ижевске, но и в Удмуртии. В чем идея этого исследования? Значит, в 94-м году я был на семинаре в Вашингтоне, где среди прочих вопросов тоже рассматривались вот эти кризис, кризис здоровья в постсоветских странах. И там я встретил Барри Попкина, который является также отцом РЛМС, так сказать. Ну, или одним из отцов, я уж не знаю. Вот. И я Барри спросил, говорю, вот понимаешь, вот эти вот люди, мужчины рабочего возраста, очень высокая смертность. Как же мне узнать, что с ними случилось? Он мне сказал, я говорю, их же спросить нельзя. Он сказал, mortality follow back. И, значит, это ключевые слова. То есть это подход, это исследование, которое в Америке проводилось немножко с другими целями. В основном с целями узнать у родственников недавно умерших людей, об обстоятельствах их смерти, болезни, насколько все было удовлетворительно, как действовала страховая система. Как действовала медицинская система. Здесь применяется тот же подход. То есть берутся сплошь все мужчины, умирающие в возрасте от 20, в этом мысли 20 в следующем, от 25. Мы решили убрать армейские возраста. Значит, от 25 до 54 лет. Все умершие. И потом берется из населения случайная выборка людей, которые соответствуют им по возрасту. Мужчин. И смотрим, в чем разница между теми, кто вот так безвременно умер, и теми, кто жив. Да, в этом исследовании у нас были самые экзотические предположения. Мы, конечно, думали про алкоголь, но были и много других там. Мы спрашивали, ел ли человек овощи и фрукты, например. Сейчас это кажется просто смехотворным. Ну, спрашивали. По стрессу много было вопросов. Теперь, значит, в этом исследовании ИЖЭФС-фэмили стадия номер один. 1750 мужчин, умерших в возрасте 25-54, 1750 контролей. Значит, в чем методический челлендж такого исследования? Значит, методический челлендж когортного исследования заключается в том, что не попадут туда маргиналы. Не сможем мы спросить их про щекотливые вопросы и так далее. Здесь в чем челлендж заключается? Челлендж заключается в том, что мы увидели умерших, мы увидели людей, живущих в таких условиях и в таких местах, которые трудно себе представить. То есть доля среди этих умерших, доля людей, которые реально не являлись мейнстрим, населением обычным, как мы с вами все, довольно была большой. И было опасение. А как же мы в контроле-то рекрутируем из этих групп населения? Значит, и специальными приемами мы попытались нивелировать эту опасность, но до конца это сделать не удалось. Но мы потом проверили результат уже с помощью когортного дизайна. Как спрашивать людей об этих экстремальных видах потребления алкоголя? Это вопросы, идея, конечно, идет от СЭЙЧ. То есть это есть такой квасшенер, батарея вопросов маленькая, по-моему, 5 вопросов, где человек примерно спрашивает, говорили ли когда-либо вам там посторонние или члены семьи, что вам хорошо бы поменьше пить. Это уже сигналчик, если человек утвердительно отвечает на подобные вопросы. А, по-моему, там три вопроса. И очень редко бывает, что на все три человек утвердительно отвечает. Но даже если он на один отвечает утвердительно, это уже плохо. Итак, здесь более определенные вопросы. Здесь было введено понятие опасного потребления алкоголя. Итак, в чем это заключалось? То, что человек потребляет суррогаты алкоголя, то есть жидкости, спиртосодержащие, которые не предназначены для потребления в качестве спиртных напитков. Затем запой, то есть период, есть ли опыт запоев, то есть это выпадение человека из обычной жизни, социальной жизни. Семейной жизни из-за того, что он непрерывно находится в состоянии опьянения. А также частое хэнгова, это похмелье. И частое употребление водки каждый день или почти каждый день. Ну, значит, насколько такие вещи распространены в населении? Оказывается, что, конечно, это редкая вещь достаточно. Вот, то есть, вот запой, значит, вот это первое ижевское исследование 10%, значит, потребление суррогатов, спиртосодержащих жидкостей, точнее, 6%, ну и другие. Ну, значит, опять-таки, доля людей, которые делают хотя бы одно из этого всего, какая? Она, конечно, не сумма этих процентов. Это всего-навсего 12-13%. Итак, значит, это еще одно небольшое исследование, в котором видно, что люди, которые потребляют суррогаты или запой, чаще всего находятся в группе неполного среднего образования. То есть, колоссальная концентрация риска в этой группе такого поведения. Значит, риск смерти от различных заболеваний. Видите, все причины 5,5 для тех, для мужчин, которые замечены вот в этом опасном потреблении алкоголя. Это, да, ну и, конечно, вот самое удивительное, вот это. Видите, сердечно-сосудистые заболевания. Четыре раза риск увеличен у этих людей, да? Значит, это исследование имело очень много, это очень крафт такая работа. Это очень хитро сконструированное исследование. Значит, смотрите, как мы спрашивали об умерших людях. Мы спрашивали близких родственников, которые с ними жили. Значит, чаще всего жена. Мать иногда, дети, сестра, брат, но чаще жена. Смотрите, мы сравниваем, как жена отвечает на вопрос, да, а мужа, мы сравниваем с ответом самого человека. Этого нельзя сделать, да, они несопоставимы. Потому что, например, сам человек не станет честно говорить там о всяких таких вещах, как наркологический диспансер, пьянство и тому подобное, да. Значит, мы сравнивали ответ, мы брали для живущих людей, мы интервьюировали не только самого человека, но и прокси-респондента. То есть, жену этого, например, человека, да, и сравнивали ответ жены с ответом жены. Да, вот эти все регрессии сделаны таким образом, да. Значит, а для чего мы самого человека спрашивали? А для того, чтобы валидизировать ответы жены, чтобы убедиться на всяких капах и других статистических штуках, что эти ответы действительно согласованы друг с другом. Ну и соответствующие публикации были сделаны по методике этого исследования. Ну и вот, что вышло в конце концов, что 43% мужских смертей в возрасте 25-54 можно отнести на счет алкоголя. И в основном это именно опасное потребление алкоголя. То есть, хвост распределения людей по потреблению алкоголя, то есть, сильно пьющие, вот эта самая группа небольшая, отвечает за непропорционально большую часть смертей. Конечно, есть риск, связанный с обычным потреблением алкоголя, такой, как во Франции и в других странах. Да, риски порядка полтора и так далее. Если человек взять просто недельное потребление алкоголя, да, просто в чистом этаноле и сделать ассоциацию со смертностью. И мы увидим, что есть этот риск. Но не этот риск был в основе того кризиса смертности, который мы наблюдали. Да, ну и вот, это Дэйв тут пытался сделать вывод про причины смерти, что на самом деле есть корреляция между риском, избыточным риском из-за потребления спиртосодерляющих жидкостей и тем реальным повышением, которое наблюдалось, этот риск по причинам смерти. То есть, в той причине смерти, в которой выше одно, выше и другое. Ну вот, коэффициенты Пирсона и Спирмена там есть, но такой вот результат. Я, честно говоря, не очень в это верю. Так, да, ну, прям не знаю. Давайте я вам сейчас что-нибудь другое попробую. Ага, давайте мы посмотрим на одну вещь, на одну только еще вещь. Это большая разница смертности между мужчинами и женщинами. Значит, здесь используется исследование, московское исследование, которое называется ЗАХАР. Это Stress, Aging and Health in Russia. Исследование, это исследование небольшого количества пожилых людей. Значит, оно адресует уже вот эту правую часть распределения, избыточную смертность в старших возрастах. Здесь возраста старше 55 лет. И в среднем этим людям на момент обследования было 68 лет. Значит, смотрите. Есть важная вещь, которая сейчас интересует многих, которая называется Male-Female Health Survival Paradox. Что это такое? Это то, что женщины, когда их спрашивают, например, самооценка здоровья, спрашивают об их здоровье, о симптомах каких-то, могут ли они сделать то или это, их ответы хуже, чем у мужчин. Одновременно смертность женщин значительно ниже. Да? Значит, сначала казалось, когда это было обнаружено довольно давно, казалось, что вот, это можно просто объяснить, потому что мужчины более стойкие, значит, они, значит, в себе все держат и к врачу не бегают попусту и не ноют, да? А женщины, значит, чуть что сразу верещат. Но нет. Значит, последнее исследование показывает, что это вообще не так, и на самом деле все немножко наоборот. В смысле, нет большой разницы в том, как люди рассказывают о своем состоянии. Но если есть разница, то она скорее в обратную сторону, небольшая. Вот. А во-вторых, значит, эта разница в самооценке здоровья действительно сохраняется. А после, сейчас делают такой хитрый аджасмент на вот эту субъективность ответов, вот. И после аджасмента эта разница сохраняется. Значит, посмотрим на исследование Захара, исследование москвичей, которым было 68 лет в 2006-2009 годах. Значит, мужчины, вот Physical Functioning, здесь использовалась шкала для оценки физического здоровья SF36. В ней 36 вопросов, спрашивающих там о разных аспектах, а как себя чувствует человек в физическом и ментальном смысле. Вот. И, значит, плохая оценка физического состояния, функционирования у 13% мужчин и у 21% женщин. То же самое с обычным пятиступенчатым вопросом самооценка здоровья. Тоже 14% плохое здоровье мужчин, а 22% женщин – это стандартизованные по возрасту показатели. Мы видим, что разница в пользу мужчин, значит, и статистически значимая. Теперь давайте посмотрим на то, чем отличаются наши мужчины и женщины друг от друга в смысле объективных показателей. Значит, ну, во-первых, поведенческие вещи, конечно, курение. Посмотрите, это прошлое курение и нынешнее курение. На самом деле среди этих мужчин всего-навсего было около 17% курящих, потому что им уже много лет. Но 68% вместе с прошлым курением. У женщин только 22%. Это согласуется с данными обследований других, которые мы выше рассматривали. Во-вторых, прошлые проблемы с алкоголем. Полтора процента женщин, 24% мужчин. Дальше. Потребление алкоголя больше трех раз в неделю, 25% мужчин, 4% женщин. Вот. Это различия. Теперь посмотрим на различия по классическим факторам сердечно-сосудистого риска и метаболическим факторам. Значит, разница в холестерине, значит, у женщин общий холестерин хуже. Это плохие высокого риска уровни этих факторов. Значит, здесь хуже у женщин, а здесь примерно одинаково. Ожирение у женщин намного больше. Более высокая распространенность. Затем, окружность, ну, абдоминальное ожирение, окружность талии у женщин больше. Гипертония чуть больше у мужчин, но статистически незначимо. Гликированный гемоглобин примерно одинаково двух полов. Значит, разница по ряду объективных факторов. Вот важные факторы. Дело в том, что те факторы, которые я рассматривал выше, вот эти, кроме курения, они очень слабо связаны со смертностью. А, вот как ни странно, вот посмотрите, это то, что я вам говорил. Измерение холестерина или давления в 40 лет и в 70 лет, да? Вот мы в 40 лет измеряем, и он работает. А в 70 лет этот же показатель не работает, не является фактором риска. Зато вот эти факторы являются. Это факторы воспаления. Извиняюсь. Сейчас, вот он. А, цирреактивный белок, интерлекин-6, фибриноген, да? Значит, эти факторы сильно связаны со смертностью. Ну, посмотрите, здесь есть, здесь разницы между двумя полами нету, да? Значит, если посмотреть на ЭКГ, то у мужчин больше. Это редкие вещи, поэтому статистическая значимость тут небольшая. Вот. То есть, слишком мало наблюдений здесь. Но у мужчин больше отклонений на ЭКГ. Это вот эти ишемические отклонения, фибрилляция предсердий, гипертрофия левого желудочка. Все это то, что можно с помощью ЭКГ установить. Если закодировать ЭКГ мини-сотокодом, вот, все это более распространено у мужчин. И получается, что с помощью биомаркеров мы не можем объяснить разницу между мужчинами и женщинами в оценке здоровья. Во-первых, биомаркеры не подтверждают, что мужчины намного здоровее женщин. Они этого не подтверждают. И что женщины намного более больные, они тоже не подтверждают. Но, мы можем заметить, что среди женщин много, больше метаболических проблем из-за избыточного веса. А зато среди мужчин больше проблем, которые связаны непосредственно с риском наступления острого состояния или смерти. Значит, те переменные, которые отличались, мы видели, ряд переменных между мужчинами и женщинами отличаются. Но оказалось, что те переменные, которые между мужчинами и женщинами отличались, очень слабо связаны с переменными здоровья. Например, курящие, имеющие вдвое повышенные 1,8 раз точно. А повышенный риск смерти не сообщают худшее здоровье, чем некурящие. Действительно, чтобы курить, нужно здоровье. Понимаете, в возрасте, представьте, около 70 лет, да? Значит, и наконец, если мы сделаем регрессионный анализ, то оказывается, что ничтожная доля разницы здоровья между мужчинами и женщинами объясняется. А теперь посмотрим на смертность. Можем ли мы как-нибудь объективно объяснить разницу смертности между мужчинами и женщинами в этом обследовании? Посмотрите, здесь много переменных. Во-первых, это курение, да? Риск смерти 2 здесь, 2,05. Значит, ой, виноват. Да, риск смерти 2,05. Ага, вот, одну секунду. Значит, у нас... Сейчас, 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 сейчас. Вот, начнем с этого. Пол, мужской пол, 2,2 риск, да? То есть, риск, которому подвергаются мужчины, вдвое выше, чем риск у женщин. И дальше мы смотрим, подставляя разные группы переменных в модель, да? Мы смотрим, насколько уменьшается вот этот риск, да? Это такой есть метод. Значит, если пол и возраст, только в модели больше ничего, то, значит, 2,2. Если мы сюда поставим курение, то станет 1,93. Это довольно большое снижение. Вот, снижение на 12%. Это общая смертность. Есть еще результат для сердечно-сосудистой смертности. Вот. Значит, теперь мы подставляем метаболические факторы, гипертония, то есть, классические факторы. Посмотрите, во-первых, они очень слабо связаны вообще со смертностью, да? Ну и, во-вторых, риск быть мужчиной не меняется, так? Теперь, мы берем историю болезней. В прошлом инфаркт миокарда, инсульт, и на ЭКГ депрессия, которая говорит об ишемии, СТ-сегмента, депрессия, да? Мы видим статистически значимые эффекты этого, этих двух вещей, кроме первой, история инфаркта миокарда, да? Однако, риск быть мужчиной изменился очень мало здесь, да? 5% всего избыточного риска объясняет это, так? Подставляем в модель, значит, с холтеровского мониторирования. А, знаете, что такое холтеровское мониторирование? Холтеровское мониторирование 24-часовая ЭКГ. Вот этим всем несчастным людям делалось 24-часовая ЭКГ. Вот. Так вот, на холтеровском мониторировании желудочковые аритмии. Это наиболее опасный вид аритмии, который с большим риском смерти сопряжен. Значит, пробежки, тут разные виды этих аритмии. Но посмотрите, они объясняют 10% и 12% объясняют курение. Представьте, что такое курение, да? То есть, 68% этих мужчин курило в прошлом или курит сейчас, и только 22% женщин, да? То есть, это огромная разница между двумя полами, плюс курение сопряжено с очень большим избыточным риском, да? И вот эти факторы. То есть, мы к чему приходим? Мы приходим к тому, что среди женщин много есть признаков вот этих метаболических и так далее, которые приводят к хроническим недомоганиям, длительно длящимся болезням и так далее. А у мужчин те же самые вещи приводят к гораздо более опасным для жизни состояниям. Таким, как, например, желудочковые аритмии, которые обнаруживаются холтеровским мониторированием. Подобным же образом было другое исследование с американским, первый автор, вот тот, в прошлом выполненное. Можно попытаться объяснить различия в образовании, различия смертности по образованию. И оказывается, что там другой механизм, связанный с факторами воспаления, да? Можно дальше гадать, откуда берется это воспаление. Оно взялось из детства этих людей, когда они сталкивались с различными инфекциями. Или эти инфекции приобретены сейчас и так далее. Это сложный вопрос. Но оказывается, что в разнице смертности в зависимости от социального статуса, большую роль играют факторы воспаления. Ну вот, давайте на этом закончим. Спасибо, Владимир Михайлович.